Андрей Скоровный, Арина Ворская И, как вы уже догадались из названия ролика, сегодня речь пойдет не о тренировках, а о продуктах питания. То, что ем я и то, что должен есть любой человек, который занимается строительством своего тела. И сегодня я просто буду покупать то, что необходимо мне и рассказывать вам, почему именно этот продукт я выбрал. Поехали! И первым делом я, конечно, покупаю не то, что я ем, а в чем я ношу еду. Потому что вот такая вещь, как лоток пищевой, она необходима вообще любому человеку, который занимается спортом и выезжает иногда из дому. Вот, потому что еду надо где-то хранить. И скажу честно, что я иногда забываю где-то эти лотки. Иногда бывают, они где-то пропадают несколько дней в сумке или в багажнике автомобиля. Поэтому я частенько покупаю новые. Вот, убираю такие, чтобы вот были закрепушками такими. Они как бы гарантируют, что ничего оттуда не выскочит. Вот, поэтому две штучки возьму, наверное. Так, и вот она, овсяночка, значит, у нас. Как вы знаете, наверняка, да, овсянка – это один из самых лучших источников медленных углеводов, да, который дает вам энергию перед тренировкой, после, вообще на весь день. Но здесь есть несколько подводных камней. Вот, надо смотреть на время варки, да, то есть я беру там 3-5 минут. Это говорит о том, что хлопья овсяные, они достаточно большие, да, то есть они не перемолотые слишком. Вот, к примеру, есть не требующие варки, да, или быстро разваренные. Это говорит о том, что они уже на пути к муке есть. Но это нехорошо для всех нас, потому что нам надо, чтобы уровень инсулина в крови не прыгал, чтобы углеводы медленно усваивались. Поэтому старайтесь брать именно овсянку с крупными хлопьями. Это бывает не всегда вкусно, и это отнимает немножко больше времени на варку, но это гораздо полезнее. Вот такой момент. О, смотри, фитнес. Да, кстати, типичная, очень частая уловка некоторых производителей, да, писать слово фитнес везде, там, на йогуртах, там, все низкокалорийное, все с фитнесом. Вот, красивая фигура, обратите внимание, да, но обязательно смотрите всегда состав, да. И вот такие вот быстрые завтраки, это, конечно, не наша тема, да, потому что, я так скажу, что все, что не требует варки и все, что быстро можно залить кипяточком и съесть, это плохой продукт, да, потому что он уже, как бы, измельчен до муки и добавлена куча сахара туда и так далее. Вот, поэтому достаточно взглянуть, вот, к примеру, на состав. 69 углеводов, из них 43 грамма сахара, да, то есть практически вот этот продукт состоит на 50% из сахара. Это абсолютно чушь и фитнесом, понятное дело... Абсолютно не фитнес. Абсолютно не фитнес, и здесь должна быть такая фигура жирная, тогда это будет правда. Масло – такой продукт, которым многие пренебрегают. Обычно все берут там или подсолнечное, или оливковое для готовки и все, да. Но мы тоже берем готовить оливковое масло в период межсезонной подготовки, да. Но я хочу обратить ваше внимание на такое масло, как льняное. Здесь большой спектр всяких масел, там, кунжутное, тыквенное, виноградные косточки, горчичные и так далее. Но именно льняное масло, оно является лидером по содержанию полиненасыщенных жирных кислот. Да, это омега-3, омега-6. Льняное масло для нас – это такой, на самом деле, клад, да, потому что это жир, который сжигает жир. Единственное, что вкус у него отвратительный, поэтому я так ложку закидываю с утра и сразу запиваю водой. Готовить на нем тоже нельзя, потому что при температуре он теряет свои полезные свойства. Но это масло, оно активизирует все процессы в организме. Когда у вас идет сжигание жира, оно дает энергию, держит ваши мышцы, да, не дает сгорать ваши мышцы. И хорошо сгорает жир от него. Поэтому вот это должно, на самом деле, быть у всех. В холодильнике обязательно, потому что при открытии его нужно хранить только в холодильнике. Принимать его нужно от ложки столовой до трех столовых ложек в день. То есть натощак, перед едой ложку закинули, водичкой запили. Счастье. Берем. Ну, что касается риса и гречки, то здесь каких-то таких подводных камней особо нет. Вот, потому что рис и гречка, это как бы и в Африке, да, рис и гречка. Вот, единственное, что на массе я беру прям такие пакетики, прям увесистые, там, по килограмму. Вот, но так как у меня сейчас подготовка и углеводам я уделяю большое внимание, я считаю. Поэтому я беру вот такие удобные пакеты, там, к примеру, 4 пакетика по 125 грамм, чтобы я четко знал, сколько грамм я в день съедаю увлеводов. Вот, и готовить удобно. Есть вот такие вот интересные всякие миксы, там, с добавлением дикого риса или просто дикий рис. Минус их, конечно, в том, что у них цена высокая, да, там, в 5 раз больше, чем обычный рис. Но у них они гораздо полезнее, да. Вот почему такая вообще цена дорогая? Потому что это дикий рис, он собирается только вручную. То есть нет специальных таких машин, да, по сборке вот этого дикого риса. И если вы знаете, варили, то вот этот дикий рис, это как бы такая кожура, да, то есть он усваивается гораздо медленнее и гораздо полезнее. То есть в нем гораздо больше витаминов. Вот, поэтому если сильно по карману бьет, то иногда как бы для разнообразия можно брать и для балования собственного желудочка. Макароны, да, что касается набора массы, я думаю, что многим будет это интересно. Это любимый источник углеводов на массе, да. Мы их очень любим и кушаем их постоянно. Здесь самое главное смотреть на упаковку, чтобы было указано, что это из твердых сортов пшениц. Вот, и по возможности, чтобы это было не яичная лапша, да, и не яичные макароны, потому что там немножко, так скажем, другая технология используется, и усваиваются они гораздо быстрее. Вот, а степень усвояемости у организма, она, в принципе, сравнима с гречкой, с рисом, поэтому смело можно брать макароны. Вот, это, собственно, стереотип, да, что это относится к мучному изделию. Это так напополам, и относится, и не относится. Поэтому макарошки мы любим и вам советуем. Все, что касается длительного срока хранения белковых продуктов, да, то есть все, что запаковали надолго, это априори нехорошо. И этот белок, он будет всегда хуже усваиваться, чем свежий белок. Поэтому, если у вас есть выбор съесть что-то в консерве или съесть что-то с большим сроком годности, нежели свежеприготовленное, всегда выбирайте второй вариант. Я никогда не беру эти консервы, потому что, ну, я не знаю, в каких условиях их там запаковывали, что туда добавляли для того, чтобы оно там не испортилось ничего. Вот, поэтому все, что касается консерв, консерва, я негативно к этому отношусь. Фу, кака, кака. Фу, фу, побежали отсюда. Многие при выборе быстрых углеводов, там, после тренировки сразу восстановиться, многие выбирают почему-то сладости какие-то. Я всегда на своих семинарах даже рассказываю, да, что все, что создано пищевой промышленностью и человеком за последние, там, сто лет, от этого стоит по мере своих возможностей отказываться, да. Потому что, вот, к примеру, если вы смотрите там по углеводам примерно сопоставимо, да, то калорий там за счет жиров, за счет плохих углеводов в какой-то там конфете или в шоколадке настолько много, что если там вы следите за даже своей фигурой, да, вам придется очень много потратить энергии для того, чтобы сжечь те калории, которые вы приняли там, да, с одной конфетой. Вот, но это еще, как бы, одна сторона миндали. Все сахара, это все нагрузка на организм, на желудочно-кишечный тракт. И помимо там тех углеводов, тут еще куча жиров, которые не нужны. Один из моих любимых отделов, это овощной отдел. Овощам я уделяю очень большое внимание, потому что, и вам советую, да, потому что все мы кушаем очень много белка. И для того, чтобы этот белок хорошо переварился без тяжести на наш желудок, на наш желудочно-кишечный тракт, вот советую употреблять такие помощники в пищу, да, потому что эта клетчатка, это те микроэлементы, которые позволяют расщеплять белок. И позволяют гораздо быстрее усваивать белок, потому что для вас, наверное, не секрет, что белковая пища – это тяжелая пища. Она тяжело усваивается организмом, вот, и поэтому я как минимум 50 на 50 ем. Вот сколько я белка съел, столько я ем и овощей. Ну что ж, добрались мы до моей любимой рыбки. Я очень люблю и всем советую красную рыбу, жирную. Почему? Потому что она очень вкусная. Здесь много белка. И что, готовить ее быстро, да? Да. А что ты еще можешь сказать? Я могу сказать, что на сушке лучше брать стейки, а на массе лучше брать филе. Почему? Потому что из стейка вы можете сделать только стейк, а из филе вы можете сделать вкусную какую-нибудь жирную пасту со сливочным соусом. Я скучаю по тем временам, когда это можно было сделать. Выбор мяса, ассортимент мяса сейчас в магазинах таков, что найдется на любой вкус, да? Есть и пожирнее, есть и с более меньшим содержанием жира. Так как у меня сейчас предсоревновательная подготовка, я беру более постные филе грудки индейки. Куриные грудки я уже давно не ем, потому что не могу их есть. Они слишком сухие, слишком ватные для меня. Единственное золотое правило для меня при выборе белковых продуктов, таких как мясо, это чтобы они были охлажденные, а не замороженные. Потому что при заморозке львиная доля белка, она не усваивается организмом. Яиц я сейчас ем очень много, возьму я, наверное, десятков семь. Это мне как раз на пару дней хватит. Мало кто знает, что яичный белок – это эталонный белок. По своей усваиваемости организмом, да, 99,9% белка яичного усваивается организмом. И идеальный аминокислотный состав, поэтому яйца всегда должны быть в вашем рационе. Ну и самый важный продукт, самый жизненно необходимый – это обычная питьевая вода. Это то, из чего мы состоим на 80%. Поэтому это всегда есть в нашей корзине. На самом деле самый жизненно важный необходимый продукт, – это куалетная бумага. – Влажнее, чем вода? – Я думаю, что для тебя – да. Вот мы и закупились. Этого нам хватит на ближайшие пару дней. – Причем 80% съем я, да? – Это был очередной выпуск проекта «Телу время». Подписывайтесь на канал, пишите комментарии, ставьте лайки. И помните, что самое главное – это здоровое питание, а не тренировки. Всем привет! Спасибо! Продолжение следует...